Бывало такое, что снимали в дождь, а на фото его не видно? А очень хочется, да? Все промокли, а никто не заметит? Чё? Нет, так не пойдёт. Надо добавить этот чёртов ливень в обработке. И сейчас быстро научимся это делать. Значит, загружаем фото в фотошоп, открываем браузер и ищем текстуры дождя. Ну, например, можно снег, можно мутиорит. Ну, что хотите. Желательно сразу написать на чёрном фоне. Так как это всё облегчает. Перебираем несколько ненужных нам вариантов, находим подходящий, копируем, вставляем. Всё просто вроде бы, да? Пока всё просто. Растягиваем на всё фото и меняем режим наложения на экран. Или screen. У кого английский. Всё. Это самое главное. Дальше можете изгаляться как хотите. Накидывать маски, убирать лишние капли с лица, добавлять ещё слоёв, размывать их, прятать с помощью всё тех же масок за модель. В общем-то, что вам там фантазия наболтает? Это, если вы хотите, конечно, реалистичный фон. В принципе, вы можете добавить что угодно. Тут главное, чтобы всё это было на чёрном фоне. Ну, просто так работает режим наложения экрана. А если вам попалась текстура с окрашенными частицами, можете сперва обесцветить слой с помощью горячих клавиш Ctrl-Shift-U. Так. Это У? Ю? Короче, Г русское. Вот такой вот экспериментальный. Ну или нет. Короче, неважно. Получился вот такой вот ролик. Какой получился, такой получился. С вас лайки, подписка, колокольчики там, чё-нибудь с ними сделайте. Ну и комментарии. Пам-пам. Тьфу. Это уже отжали. Ну а пока, пока. Нет, чёрт. Это тоже у кого-то было. Короче, досвидос. Субтитры сделал DimaTorzok